Здравствуйте! С новостями Венсполса вас приветствует Курзамское телевидение в студии Татьяна Саксаганская. С 1 февраля должен вступить в силу закон о строительстве. Это один из тех законов, работа над которым велась очень продолжительное время. В регионах изменения в законе не поддерживают. Строительные управления муниципалитетов направили свои предложения Министерству экономики. И сегодня детальный анализ нормативам дал Союз самоуправлений. Залежавшийся на полке закон о строительстве в силу вступит с 1 февраля. Но в то же время в Министерстве экономики, которое отвечает за этот проект, еще ведется работа над разработкой нормативов. Краевые строительные управления получили проект 21 декабря, когда во всех учреждениях и инстанциях было больше всего работы, как это и бывает в конце года. А комментарии к проекту надо было подать до 9 января. Надо все время оценивать отдельно Ригу и остальную Латвию. Я думаю, что самые существенные проблемы, связанные с получением разрешения на строительство, идут из Риги. Проблемы начались, когда был перегрев рынка, когда экономика страны была на волне. В Риге было отказано в получении ряда разрешений на строительство. Теперь в каше, которое заварило государство, самоуправлением придется разбираться самостоятельно, на месте. Чиновников, работающих в Риге, в Министерстве, может и нельзя упрекать, но они никогда не работали практически и не разбираются в существенных вопросах, в том, что происходит в реальной жизни. Когда строительство начинается, продолжается и заканчивается. Сейчас людям, обращающимся в строительное управление, проблемы доставляют даже написание заявления. Новый закон предусматривает, что в строительное управление надо будет приходить с кипой документов, в принципе, уже с готовым проектом. Это не просто сложно, это еще и дорого. Проектировщикам придется перечитать все нормативные акты, соответствующие документы, правила. Надо будет предусмотреть место строительства, исходя из чего он будет проектировать соответствующее строение. А затем скетч-проект надо нести на рассмотрение в строительное управление для получения разрешения на строительство. Но надо выполнить много условий для получения этого разрешения, чтобы можно было физически начать строительство. Проект надо будет повторно подавать на рассмотрение и согласование. Если на начальной стадии что-то неправильно, то надо будет переделать проект. Не менее опасным изменением в законе специалисты считают отмену общественного обсуждения. Это, конечно, выгодно для крупных реализаторов проекта, ведь нередко строительство останавливается именно по инициативе жителей. У владельца строительного объекта надо будет установить строительную табличку с указанием того, что строится. В течение месяца заинтересованные лица могут оспорить разрешение на строительство. За неустановку таблички ответственности не предусмотрено. Например, если возле предприятия Венспелснафта на заборе повесили табличку с информацией, что там строится новый резервуар, то возникает вопрос, как много людей там вообще проходит мимо. Людям, строящим сарай, тоже нужно будет устанавливать табличку? Да, так предусмотрено. Правила носят рекомендующий характер. Если дальше начинаются какие-то споры, то ситуация будет оцениваться отдельно. Надо понимать, что такая табличка стоит около 200 латов. Можете себе представить, какие средства нужно вложить, чтобы получить разрешение и реально начать строительство. Правительство заверяет, что новые стандарты строительстве позволят бороться с бюрократией. На практике же все наоборот. Будет предусмотрено, что не только руководитель строительства, но и стройнадзор будет необходим даже для строительства маленького магазина. Это станет обязательным требованием. Недавняя трагедия в Залитуде привлекла особое внимание к ответственности строителей. Новая редакция закона не предусматривает дополнительного контроля. А в случае со строительными инспекторами ответственность даже снижается. Если строительный инспектор, являясь на объект, не может сравнить фактическую ситуацию с документацией, которая находится в строительном управлении, какой смысл ему вообще приходить? По-моему, неправильно, когда строитель что-то строит по каким-то другим проектам, а потом подает документы при сдаче объекта. Мы не говорим, что это вопрос государства. Человек приходит в самоуправление, он живет в Венсполсе, значит, обращается в Венсполское самоуправление. Человек платит налоги, и мы обязаны ему помочь. Сегодня представители региона встретились с представителями строительного департамента Министерства экономики. Высказали свое мнение и претензии. Вступит ли закон в силу, зависит от поддержки правительства. С начала текущего года, когда Латвия присоединилась в зоне евро, и до 14 января в стране параллельно действовали две валюты, как евро, так и латы. Жители, покупая товары и услуги, могли расплачиваться латами, получая сдачу в евро. Постепенно объем евро увеличивался, латов уменьшался. Сложно пришлось мелким торговцам, у которых на данный момент в кассе только евро. Я до сих пор не разобралась, как выглядят эти новые деньги. Монеты блестящие, не разглядеть, что изображено. Но это ведь не первая смена валюты. Переход с латов на евро осуществлялся согласно официальному курсу. Однако жители заметили, что цены выросли. И еще, не для всех пока простое дело ориентироваться в мелочи. Ведь кроме латвийских монет имеют хождение деньги других стран Евросоюза. Я уже привыкла к евро, потому что часто бываю за границей. Я даже не смотрю, из какой страны монеты. Мой отец – дальнобойщик, и эти деньги для меня привычны. Если посчитать, то понятно, что цены те же самые. Правда, я где-то видела, что цены увеличились на 1-2 сантима. Когда платит один человек, эти деньги несущественны. А когда тысяча в день, в месяц, по сантиму – это огромная сумма. Ценники в магазинах пока еще отражают стоимость товара в двух валютах. Но с 15 января к расчету принимаются только евро. Тем не менее, обмен денег продолжается. До конца марта плат на евро можно поменять в региональных почтовых отделениях. До конца июня в коммерческих банках. А в Банке Латвии – без ограничения по срокам. Оставшиеся на руках банкноты можно положить на счет посредством банкоматов Банка Ситаделла до 20 января, Банка ДНБ до конца июня. Юлия Костенко, Гонда Порницин, Жознич, Курзамская телевидение. Проблема так называемых легальных наркотиков актуальна не только в Латвии, но и во всей Европе. Свободно с рук или в интернете можно купить порошки и спайс. Работники полиции борются с торговцами легальных наркотиков, закрывая точки, проводя рейды. И решать проблему пытаются на законодательном уровне. Венсполс эта беда обошла стороной. До сегодняшнего дня здесь не было открыто ни одной точки, где можно приобрести курительные смеси. В чем спасение города, выясняла наша съемочная группа. Во многих городах Латвии торговые места, где можно приобрести курительные смеси, растут как грибы. И борьба с ними идет постоянно. На спайс-карте Латвии Венсполс можно назвать оазисом. В городе нет ни одного пункта продажи курительных смесей. Заслуга в этом не только и не столько полиции. Целый комплекс разных факторов, уклад жизни венсполсчан до сегодняшнего дня служит барьером на пути распространения легальных наркотиков. Для венсполчан не секрет, как относится руководство города к детям, к молодежи, как они проводят свободное время. Я не хочу сравнивать с другими городами, но в венсполсе сделано все возможное, чтобы каждый человек нашел себе занятие по душе, культура, творчество. Я уже не говорю, сколько возможностей заниматься спортом. А если говорить о спортивной жизни венсполсе, то только в одной спортшколе «Спарс» занимаются 1070 молодых людей в возрасте от 6 до 25 лет. Им на выбор предлагается легкая атлетика, баскетбол, бээмикс, дзюдо, плавание, стрельба из лука, гребля, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и шортрек. Занятия для детей бесплатные. В городе есть и другие спортивные кружки, например, фигурное катание, хоккей, тэквондо и другие, но уже за деньги родителей. Кружки не спортивные, а творческие, технические и тоже бесплатно предлагает Дом творчества. В этом учебном году он смог заинтересовать почти 1700 человек в возрасте от 3 до 25 лет. Разные факультативы предлагают и сами общеобразовательные школы, и частные предприятия, предлагающие языковые курсы. В общем, о таких глупостях, как курительные смеси, нет времени думать. Нет здесь спроса на легальную дурь. Просто здесь нет спроса. Поймите, с предложением нет проблем. Нас от места с обширным предложением разделяют всего пару сот километров. Государственная полиция и полиция самоуправления, мы держим руку на пульсе, проверяем информацию. Все в поле нашего зрения. Мы защищены. Во всяком случае, у нас нет информации, что где-то продавали или хотели бы купить. Уголовная полиция проводит мониторинг в интернете, смотрит, не продает ли кто легальные наркотики в Венсплсе, есть ли спрос. На сегодняшний день такого предложения нет. Может, одним из спасающих Венсплс-фактором является удаленное расстояние от Риги, где по сей день идет борьба с торговцами обманного временного счастья. Начальник полиции самоуправления уверенно отвечает. Думаю, что нет. Лепая от Риги еще дальше. Я не знаю о всех фактах, просто слышал, что в Лепой с этим борются. Наши курзовские соседи, лейпайчане, совсем недавно нашли способ расправиться с проблемой, причем механический, а не юридический. Юридический механизм борьбы до сих пор являлся недейственным. Торговцы продолжают продавать свое зелье, видоизменив формулу. И пока конкретное вещество не попало в реестр запрещенных, полиция снова и снова оказывается бессильной. В Лепой, аккумулировав силы полиции, самоуправления и государственной полиции, была проведена спецоперация. Они проводили проверки в этих местах, составляли протоколы о нарушениях экономического характера, изымали товар, посылали на экспертизу. Но все равно эти магазины открывались в других местах. Тогда они сменили методы, тактику. Работники полиции и полиции самоуправления организовывали посты возле каждого магазина. И когда покупатели выходили, проверяли их. Снова проверяли магазины. Так продолжалось до тех пор, пока торговцы не поняли, что им невыгодно продолжать свой бизнес. Тенденция же распространения настоящих наркотиков, за которые предусмотрена уголовная ответственность, по сравнению с 2012 годом, в городе остается неизменной. В прошлом году Менсполский участок передал в прокуратуру 7 уголовных дел, связанных с реализацией наркотических и психотромных веществ. Полная картина о ситуации в городе станет ясна в ближайшее время, когда подведет итоги и полиция Курзамского региона, в чем ведение уголовных дел, связанные с реализацией наркотиков в крупных объемах. Министерство образования и науки опубликовало результаты оценки деятельности латвийских научных институций. Согласно этим результатам, Институт инженерных наук Венсполской высшей школы Международный радиоастрономический центр признан исследовательским институтом мирового уровня. Такая оценка дает больше возможностей для развития. Кроме того, Венсполская высшая школа приближается к цели получить статус университета. Министерство образования и науки совместно с секретариатом Совета министров северных стран провело оценку деятельности 150 латвийских научных институций. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в Латвии научная сфера не на высоком уровне. Но, тем не менее, некоторые научные институты получили высокую оценку. Среди них – и Венсполский радиоастрономический центр, получивший 4 из 5 возможных баллов. Такая оценка – это не сюрприз. Это нормальная оценка проделанной работы всех людей, которые работали над созданием этого центра, в том числе директора и Венсполской думы, которая поддерживает этот центр финансово. Конечно же, были вложения со стороны государства и фондов, пусть и незначительные. Все это привело к закономерному результату. Это разбивает стереотипы и предубеждения, что в регионах невозможно заниматься научной работой, что их патенты и публикации ничего не стоят. Эксперты оценивали институты и структурные подразделения Венсполской высшей школы по пяти критериям. Например, определяли качество исследований, влияние на научную отрасль, потенциал развития. Результаты оценки говорят о том, что Венсполскую высшую школу можно смело назвать серьёзным игроком на международной арене. Кроме того, есть дополнительные возможности привлечь финансирование государства в большем объёме. В будущем только институции, достигшие определённого качества, получат финансирование на научную базу. И такая оценка была просто необходима, чтобы пресендовать на это финансирование. Ректор Венсполского вуза подчёркивает, что признание экспертов стало возможным благодаря отдельным учёным-энтузиастам. Руководитель Венсполского вуза обозначил основные проблемы в сфере развития науки в Латвии. Нет стабильной политики в отношении такого существенного вопроса, как участие в Европейском космическом агентстве. То поддержка есть, то поддержки нет. Что однозначно мешает планировать полноценную конкурентоспособную научную деятельность. В последнее время в Латвии всё-таки изменилось отношение к науке. Нет нормальной базы, позволяющей содержать и Рыбинский центр, и радиоастрономические антенны. Всё это держится только за счёт энтузиазма людей. И я хочу выразить огромную благодарность директору центра, господину Аватеншу. Работа по привлечению дополнительных средств, написание проектов требует много времени, усилий. Государство выделяет очень маленькие средства на содержание научной базы, очень небольшую сумму, которая предназначена на содержание всей научной базы. Этих средств никак не хватает на содержание такого международного научного объекта, каковым является Венсполский радиоастрономический центр. Существенную помощь оказывает Венсполское самоуправление. Выделяет доплату учёным, имеющим докторскую степень. Оказывает поддержку студентам, желающим получить докторскую степень. Это, по крайней мере, решает вопрос человеческих ресурсов. Директор Венсполского радиоастрономического центра Валдис Аватенш подчёркивает, что для развития науки не хватает именно поддержки государства. Центр участвовал в различных европейских программах, получая софинансирование ЕС. А вот со стороны государства интерес к деятельности центра невелик. У нас есть 15 хороших институтов и институций, которые способны конкурировать на международном уровне, которые смогли выжить при том, что только 0,3% от ВВП вкладывается в науку. Эстония, к примеру, на эту сферу тратит 2,8%. Валдис Аватенш обращает внимание на то, что жизнь современного человека подчинена многим научным изобретениям. Самые элементарные технологии, связанные с космосом – навигация, которая есть сейчас чуть ли не в каждой машине. Также спутниковое телевидение, изображения, поступающие на телевизионные экраны почти в каждой квартире. Люди даже не осознают, что также связь обеспечивается с привлечением космоса. Оба радиотелескопа вырваны, нуждаются в модернизации, а в будущем сотрудники центра планируют больше уделять внимание исследованиям космоса. Приоритетом являются работы по исследованию Марса и Луны, а также сфера космической безопасности. Заступив на должность, ректор Агита Ревалде поставила цель – получение для Венсполской высшей школы статуса университета. По ее мнению, Венсполский вуз по содержанию уже соответствует этому статусу. Сейчас необходимо только выполнить формальные критерии. В коллекцию постоянной экспозиции Венсполского музея включен самый древний во всей Восточной Балтии предмет, изготовленный руками человека – топор из рога северного оленя. Уникальную вещь нашел и передал Венсполский музей житель Курземы, имеющий опыт работы с предметами древности. Целый ряд удивительных совпадений позволил ровеснику каменного века не пропасть, а попасть в витрину музея 21 века. В помещениях первого этажа Венсполского музея, где представлены предметы каменного века, теперь свое место в витрине занял небольшой инструмент. Он изготовлен из рога северного оленя и называется топор лингби. Почему такой маленький предмет заслужил отдельной витрины и ажиотажа вокруг себя? Потому что это вещь уникальная не только для Латвии, но и для всей Прибалтики. Если мы посмотрим на Литву, Эстонию, Калининградскую область, то все там находки более молодые, более новые. И эта находка самая старая, самая древняя, которая свидетельствует о первых людях, которые здесь пришли на территории Прибалтики, на территории Латвии. И датируется он 12,5-12 тысяч лет тому назад. Целый ряд удивительных совпадений помог этому предмету сегодня занять почетное место в музее. Рог северного оленя пять лет назад в Салдузском крае нашел человек, который имеет опыт работы в археологических раскопках. Как теперь шутят историки музея, найти уникальный предмет каменного века удалось благодаря бобрам. Разрушая ими построенную дамбу, житель Салдузского края наткнулся на необычный предмет. Только тот факт, что человек этот оказался не вполне дилетантом, помог невзрачной находке не пропасть, а стать частью истории. Кстати, именно вода позволила Рогу сохраниться. Из-за высокого содержания кальция они разлагаются в земле. Находка свидетельства о первых людях, живших на территории современной Латвии после ледникового периода. Это первое свидетельство, которое есть о людях на территории Курзами в этой части Латвии. Потому что до этого у нас было известно, что да, люди, здесь охотники северных оленей здесь были. Они находки были вокруг Дауговой, да, центральной Латвии. А здесь на западе, здесь такие, ну, гипотезы больше были, что должны были быть. Но находок не было. Такими небольшими топорами, скорее всего, первые люди, жившие на территории современной Латвии, пользовались при деревообработке, копали землю. Вполне возможно, этот фрагмент Рога является частью конструкции хижин или саней. Но главное, говорят историки, не столько важно то, как использовали этот предмет люди каменного века. Главное то, что музей теперь может гордиться самым древним экспонатом. Датировали в Германии, в Киле, в лаборатории. И датировка там действительно совпала с другими находками. Такие предметы находят и на территории Англии, и на территории Северной Германии, и на территории Северной Польши. Дании, здание как раз название, топор типа Лингби. Ну и потом у нас его в 2011 году передали, подарили Венспиллскому музею. Это единственное место, где вы можете на территории всей Прибалтики прийти и увидеть самый древний предмет, которым касалась рука человеческая. Нашли этот уникальный предмет в 2009 году. Почетное место в музее он занял лишь сейчас. Имелись сомнения, проводились исследования, в том числе в лаборатории Кельнского университета. И, наконец, подтверждение – предмет действительно относится к периоду каменного века. Человек, который нашел Дельц Гривенч, он сказал, что в центральном музее обычно вещи остаются в хранилищах. В нашем музее мы эти вещи можем экспонировать. Осмотреть самый древний экспонат во всей Восточной Балтии – топор Лингби – можно на первом этаже Венспиллского музея в замке Ливонского ордена, где представлены предметы каменного века. Ирина Курганова, Инс Жодзинч, Курзамское телевидение. С праздником! С праздником! Венспилская православная церковь приглашает 19 января на праздник Крещения Господни. Второй раз в Венспилсе будут организованы крещенские купания. Проходить ритуал омовения будет возле Венспилской службы капитана порта. Начнется в 14.00 с торжественного богослужения, а после освещения воды каждый желающий сможет окунуться в воду и продлятся крещенские купания до 18.00. Специалисты советуют тщательно взвесить все за и против и не бросаться в холодную воду неподготовленным. Для верующих купание на Крещение означает приобщение к особой благодати Господа, которую Он посылает на всю воду в этот день. Многие веруют, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное. Если Вы решили принять омовение, то необходимо соблюсти ряд правил. Отправляясь на купание, возьмите с собой купальник или плавки. С собой надо иметь полотенце, обувь на нескользкой подошве или шерстяные носки. Одежда должна быть удобной, и лучше всего взять с собой комплект сухой сменной одежды. Перед купанием обязательно разогретьесь, а после хорошенько разотритесь полотенцем. Наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай, о котором позаботятся организаторы. Ни в коем случае перед купанием не принимайте алкоголь, также нельзя перед омовением и курить. Не рекомендуется находиться в воде более одной минуты. Праздник Крещения Господня проходит при поддержке Baltic Cold Terminal, частных лиц и фирмы Рамеренд. В Латвию наконец-то пришла зима, и температура стабильно держится на минусовой отметке. В понедельник на Венсполской лыжной горе началась подготовка к новому зимнему сезону. Если зима продержится, то этот сезон уже станет девятым по счету. Зима в этом году в Венсполсе и в Латвии в целом порядком запоздала. Только в последние дни столбик термометра перевалил отметку ниже нуля. Для Венсполской горы Лемберга-Хута это сигнал к началу зимнего сезона. Если погодные условия будут благоприятствовать, то уже буквально завтра на горе можно будет отдыхать на склонах. Снег из неба падает, и мы его обеспечиваем при помощи снежных пушек. Дождались минусовой температуры, и это нас очень радует. Конечно, хотелось дождаться её уже в декабре, но погода есть погода. Первой откроется трасса спуска на надувных камерах и одна лыжная трасса. Постепенно подготовят и всё остальное. Снежный покров на горе формируют при помощи пяти снежных пушек. Готов к активному сезону и весь необходимый инвентарь. Вся гора пока ещё не готова, только одна трасса. Для детей будет открыта трасса спуска на надувных камерах, и они уже могут наслаждаться зимними радостями. Сноупарк пока не будет работать, потому что он в другой стороне, и там ещё надо поработать пушками. Его можем готовить ориентировочно в середине следующей недели, пока будет функционировать одна трасса без элементов для сноуборда и трасса спуска на камерах. Как долго продлится зимний сезон на горе, зависит от погодных обстоятельств. По мнению управляющего, прошедший сезон был почти идеальным, а каким получится это, пока рано делать прогнозы. Любители активного зимнего отдыха, в свою очередь, буквально заждались открытия сезона. Мороз более важен, чем снег. Когда идёт снег, обычно мороз небольшой. Природный снег, он скорее как декор. При подготовке горы мы используем всего процентов 10 настоящего снега. Следующая неделя выглядит многообещающей, но погодные условия – дело непредсказуемое. Обещают потепление, но мы надеемся, что его не будет. Как отразилось введение евро на стоимость услуг горы Лэмберга-Хуты и ценах на прокат инвентаря? Евро мы ввели добросовестно. Конечно, мы цены округлили, но только в меньшую сторону. Ещё снизили цены на комплекты для сноуборда. Раньше прокат стоил 3,5 латов, теперь будет 3 лата по-старому. 3,5 лата по-старому. С восточной стороны увеличили подножье, за счёт чего гора стала шире. Высота её на данный момент составляет 52 метра. В следующем году планируется увеличить высоту до 56 метров. Юлия Костенко, Гита Мартинсона, Марик Сумленный, Курзамская телевидение. В конце этой недели первые соревнования по лёгкой атлетике в этом сезоне провели спортсмены-ветераны. В рамках мероприятия «Приходи и занимайся спортом» в легкоатлетическом манеже Олимпийского центра «Венсполс» собрались почти 100 человек, представляющих «Венсполс», «Венсполский край», «Ригу», «Юрму», «Лубауску», «Тукум», «Сталсы», «Лепы», «Кулды», «Гувара», «Кляны» и другие населённые пункты. Спортивный дух поддержали и литовские спортсмены. Соревновались легкоатлеты в шести дисциплинах – бег на 60, 200, 800 и 1500 метров, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, толкание ядра и ходьба на три километра. С венсполскими спортсменами состязаться непросто. Не раз венсполчане возвращались с медалями с соревнований высокого уровня и не раз устанавливали рекорды. И этот год венсполские спортсмены-ветераны начали на позитивной ноте. Среди лучших на прошедших соревнованиях – венсполчане Валдес Целла, Илга Бунтика, Юрис Бараус, Гунтис Грейнвеллс, Марина Казарцева Велинска, Инара Лепсе, Угис Ласманис, Аустро Фурманы, Даци Браканска, Вадим Драпеза и Дайни Скула. Главным тренером выступал Айгарс Маттисонс. Татьяна Саксаганская, Гита Мартинсон и Марик Сумленный, Курзамское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. Не забудьте посмотреть прогноз погоды, рекламу и приятных вам выходных. Мадам и месье, за кулиси дворца Людовика XIV и театра Великого Мольера ждут вас. 26 января в Юре-Сварде гастроли Рижского русского театра. Комедиант-господина по пьесе Михаила Булгакова. Великий монарх и великий драматург на одной сцене. 26 января в Юре-Сварде. Не пропустите самое яркое событие в жанре авторской песни в Балтии. 12-й международный слет барда в Татьянин день в Венсполсе. Выступят авторы-исполнители из 14 городов Латвии, Эстонии, России, Германии, Белоруссии и Украины. 24 января в 19 часов в Венсполской Парвинской библиотеке концерт «Пролог». Участники слета исполняют песни Владимира Высоцкого. Вход бесплатный. 25 января в 16 часов в театральном доме Юра-Сварде «Гала-концерт». Стоимость билета всего 4,5 евро. Для пенсионеров, студентов и школьников – 3 евро. Открываются души, как форточки, и лежат, как дитя на ладони. 24 и 25 января. 12-й международный слет барда в Татьянин день в Венсполсе. Друзья встречаются вновь. Строим стены надежные, важные. Да к черту стены, стройте мосты. Слет организован Венсполской ассоциацией национально-культурных обществ и Венсполским городским самоуправлением при поддержке предприятий Венсполс Грейн Терминал, Остас Целтникс, Венсполс Рейс, Курзумской филармонии. Информационную поддержку оказали газета «Вести сегодня», Первый Балтийский канал, Ре-ТВ и Курзумское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин